Потому что мы замерзали. Пока язвы не доживут, сказали, пока не обращаться мне. Ждут, когда мы едва летом стали. Полы холодные. Лед. Помороз, весна. Он балансирует. Вот так вот мы ходим. Всем привет, вы на канале Ренат Строит. Я Ренат. Добро пожаловать. Если не подписаны, подписывайтесь и прожимайте колокольчик. В сегодняшнем выпуске я вновь нахожусь в Тульской области. Поселок Товарковский. Вот здесь аварийный дом. Живут несколько семей. И сегодня есть новости от той семьи, которую показывали в предыдущем выпуске. Мне нужен аккаунт в пеймаркете. Ждем от тебя шедевров. У меня пока язвы не заживут, сказали, пока не обращаться мне. Я же хожу на пятки, я говорю, каблук спустил, а они становятся негодные. Я их сейчас берегу как-то не только. Вы еще не видели? Я уже услышала. Услышали, мы услышали. Мы когда начали ей рассказывать, я говорю, Володь, иди, смотри, а то мы это, потом сами не сможем. Она говорит, нет, она сама все поймет. Поймет. Я залезу, я там больше ничего не найду. Она уже разобралась там. Да, наши подписчики сделали подарок. Да я даже сама, когда вот компьютер, когда я тут стоял компьютер, я начинаю печатать. Я букву еще три года одну букву. Алё, иди покажи, куда. Иди опусти. Что же делать? Помоги иди. Она, 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 только она, у нее вот, она не ходит, лениться она. Ну, получается, вот планшет, который подарили ему, он позволит ей, помимо того, что вот она рисует в, ну, на бумагах. Ну, мы слышим, да. Я слышу, что она говорила. Она сможет рисовать это в электронном формате, и она может даже завести свою страничку, на которой может публиковать свои рисунки. А может, что-нибудь обратить внимание? Мы сейчас, кстати, ее попросим создать страничку в какой-нибудь соцсети. Она одноклассники есть. Ну, вот, вот где-нибудь. И чтобы она уже начала ее вести, Бастрюкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении. Жилищных прав. Воспитывающий ребенка инулида Товарковского в Тульской области. Это как раз вот про вас. Вот Алена вам сейчас похвалиться хочет, смотрите. Алена, покажи ручку. Мукой запись. В одном цвете, да? Молодец какая. Ален, смотри, тебе совет. Да, у тебя реально талант. И открой себе страницу в Яндекс.Дзене. Ого, ладно. Откроешь там, потом нам скажешь, а мы у себя опубликуем, и к тебе придут подписчики, и будут, ну, на тебя подпишутся, и будут смотреть, что ты рисуешь, будешь туда выкладывать. И может даже что-то писать, может какое-то видео захочешь снять, все туда можно будет публиковать. Ну что, друзья, вот такие новости. Позвонились администрации, сказали, что в марте месяце их переселят. Сегодня уже 17 число, две недели до конца марта. Вот, все на контроле у Бастрыкина. Была команда, статья, что завести уголовное дело о проверке по поводу администрации, я так понял, потому что семья живет в таких условиях. Вот помимо этой семьи еще тут несколько семей есть, но им сказали, что как бы вы не инвалиды, вы потерпите. Но если вдруг наголо что-то упадет, конечно, это будет печально. У кого-то в этом доме газ есть, а... Нам не разрешили. А у вас тоже не такой... А почему или что говорят? Ну, понимаешь, до 17-го года он успел ввести, да? А, это из-за этого. Да. А когда мы до 17-го года просили, у нас ничего не получалось, нам все равно разрешали. Не хватает толщины трубы и вот такие вот проблемы. Нам сказали, ну, они писали, они инвалиды. Ну, вы-то, типа того, еще не... Чтобы вы не писали, вы-то не инвалиды, пишите сами. Тогда, может, что-то добьетесь. А, то есть то, что неважно, там, упадет вам что-нибудь наголо или нет, как бы... Скорее всего ждут, когда вы инвалиды встанем. В общем, все оставляет, конечно, желает лучшего. Вот, но будем надеяться, что все быстро, скоро закончится и их всех переселят отсюда. Вот по этому адресу здесь живут люди. Это временное жилье. Когда-то выдавалось от какой-то здесь организации. И по сих пор здесь живут люди. Конечно, кто мог, съехали. Все устили, почему устили, потому что это... Полы холодные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Эти домики стоят с 70-х, начало 70-х годов. Ну, тут уже, знаете, живем мы только две семьи. Остальные, ну, вы видите, в чем это можно вообще в этом жить. У кого есть было куда уйти, они ушли. Нас признали аварийными в 2009 году. В 2009 даже? Да. Я даже, ну, знаете, я даже судилась по поводу этого, чтобы меня поставили на очередь как аварийщица малоимущую. Вот, ну, вот видите, уже какой сегодня, 23-й год, я вот все стою, еще в апреле месяце. Так, у меня был суд. Вот я сейчас все это вот стою. Мы обращались, куда только не писали. И еще был Стародукцев, на Стародукцеву писали, и Крыжакову писали, как депутату. Ой, господи. И Гыля был такой по жилью тоже в области, мы писали ему. Вот, потом, значит, писали уже нашему Дюмину. Дюмину. А, и к этому, кто дадим на Груздеву был, тоже обращались. Он сюда приезжал, было собрание, мы к нему все обращались. Он домиком у нас вот, вот рядом со мной, вот еще. Там им дали, я не знаю, каким образом, они что-то через прокуратуру, через суд, как они добились, но им дали. Им дали жилье, как дали. Ну, купили им жилье. Кому-то в Торечку, кому-то вот в новых домах. Вот, дальше двое, двое вот в тех домиках, вот потом, по тому ряду уже там умерли люди. Бабушка так и не дожилась. Вот, и еще мужчина тоже ему было. Тоже они, да. Они, он тоже, ну, в общем. Она умерла и умерла. Да, да, и все, домик тоже уже все. На блоках, на швеллерах, вот получается, стоит. Здесь просто цоколь заложили блоками, кирпичом вернее, но... Ну, 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 да, вот видно, что это блоки, отдельно стоящие, вот, соединены между собой, стянуты болтами. Потолки уже все давно протекли, протекают, гниют, латаем их. А и в туалет, вот, ванны нету. Купаемся вот в этой, вот в этой штуке. Сорок с лишним лет. Купаемся вот здесь, вот так. Вот видите, ставим и купаемся с мужем. Детей купали, а вот теперь до сих пор купаемся так. С самого начала было центральное отопление у нас. С самого начала. Вот навешали батареек, видите, все устелено. Почему устелено? Потому что это лед. Если поставить, вот стоит миска кошачья, в ней вода замерзает, если когда мороз. Это просто вот тепло на улице, вот не более-менее тепло. У нас получается тут из двух блоков, вот, и эти блоки соединены здесь шпильками, вот как раз в этом месте стянуты. И держится он, спасибо тому, что у нас металлический каркас. Тут швелера, конечно, слава богу. Но я вот с той стороны обошел, я видел, что там швелер заложен, два блока соединены. И вот имитация матницы, так сказать, если в деревянном доме, тут просто как раз по этому блоку они, по этой балке они соединяются и облагородили, чтобы этого ничего не видно не было. А так, да, видно, конечно, что полы у вас, и уклон у них как бы в ту сторону, все наклонено, так как фундамента нормального нет, все провалилось. Мороз, весна, он балансирует, и вот так вот мы ходим у нас все. Документы, документы у меня есть, даже какие документы, вот как мы обращались, как я садилась. Вот, вот так все и осталось на месте. Даже могу вам показать. Вот, это было, это было 1 августа, по программе Вести, 8 часов вечера это было. И значит, что, Путин дал указ, если есть еще такое временное жилье, такие вагончики где-нибудь по регионам, надо дать знать об этом в Москву, в нашу область, ничего не дала. Мы, наверное, вообще, мне кажется, мы по области вообще вот эти вагончики наши одни остались. По району 100% мы одни из жилья. А потом постановление о внесении изменений, то, что мы стали аварийными. А после чего это нам сделали, я когда в суд подала, значит, начала судиться по поводу того, чтобы нас поставили на очередь, сразу тут же нам, ну это наше районное, да. И еще, сейчас же идет программа путинская, ликвидация аварийного жилья, нахо-квартирных домов, да. Вот, наша администрация, жилфонд у нас когда еще здесь был, они наши домики включили в эту программу. Ну, у нас вычеркнули, только не знаю, кто область, наверное, вычеркнула у нас. А мотивировали чем? У меня даже отписка тут есть такая, мы тоже писали письмо. Вы же одноквартирные, мало ли что вы временные аварийные, вы же одноквартирные, а идет программа ликвидация аварийного жилья. Ну, вы же под одним абонентским адресом, в принципе, если смотреть, сколько их. Да, да, 19, вот я дробь 10. Да, 19, а как так получается, у вас 19, у вашего соседа тоже 19? Да, только мы как квартиры, сначала нас писали как квартиры, а теперь пишут через дробь, в общем, вот так. А 19 вообще у нас, вот общежитие, видите, пятиэтажное здание вот это, к которому вы подъехали, вот, а они 19, и нас вроде бы, нас первое время даже сюда вообще не прописывали. Мы сколько-то лет тут жили, потом, в общем, это же было на балансе у ТЗВА, у завода стояло это все. А чем он занимался? ТЗВА? Да. Восковольтная арматура. Он большой был наш завод, он по России, прям, не по России, по Советскому Союзу, прям, вообще, ну, большой был, 2,5 тысячи человек штатных единиц было, работало. Вот, и потом, значит, когда уже с себя тут началась вот эта перестройка, они начали с себя все это скидывать, естественно, и нас списали, списали нас по нолям, мы ноль, что вот нету ничего. Вот сам каркас получается, уголок, либо швеллер. Здесь вот тоже его видно, вот, а это все, видите, вот это утеплитель. Да, вот все, что есть, и там вот стоят, стоит каркасное количество, это все, что есть. Вот такой дом. Это все сгнило, и уже забито у нас, все сгнило, и это все, что вот обшито, это все сгнило у нас, уже там дыры. Ну что, вот у нас получается, сейчас еще смотрим одни дома, в таких домиках временных, хотя это уже, как говорят, признано тоже аварийным. Вот кто как может отгораживаться, поддерживать свое жилье временное. Когда-то это было выдано организации, заводам, но люди остались жить в таких домах и сами сейчас уже поддерживают. Так, кто как может. Проходите, смотрите. Это все, что если бы, если бы, например, тоже я бы не жила бы. Да, это вот мы не живем, поэтому вот так вот. Я так понял, у кого есть возможность жить не здесь? Да, все ушли, у кого нету, у кого есть... Но кто-то остался, соответственно. Ну вот две семьи остались, они бедные тут. Проходите, смотрите. У меня тут ни отопления нет, ни воды, ни... Стена сырая. Вот как раз по этой балке у нас идет соединение двух блоков. Все приходит в негодность. Да, они вот из двух половинок, вот здесь середина. Да, ну уж у меня виден. А, видели? Тоже. Они все одинаковые, да. Да, а что ходить-то? Он вот лепит и лепит, то прибьет, то забьет, то... И внук приходит, и дети приедут. Да, и приезжают. А поселить негде. Вот как хочешь. Сам на полу, а не на диване, к примеру. И мышь по тебе. Крысы. Зато теплее. Ну что, друзья, вот такой выпуск у меня сейчас получается. Мы вновь с каналом Сансара посетили Тульскую область, поселок Товарковский. Где, как минимум, очень немало аварийного жилья, признанного. Но все стоит на своих местах, никуда не двигается. Вот будем надеяться, что наши такие сюжеты придадут большую огласку. И будет какой-то результат. Все сдвинется с мертвой точки. И люди будут довольны, счастливы, когда им предоставят жилье нормальное, человеческое. Я прекрасно понимаю, что в большинстве наших регионах есть такое жилье. Ветхое, аварийное, где идет переселение. Где-то все это затягивается, задерживается. Я это прекрасно понимаю. Но пишите обязательно в комментариях, на электронную почту, в телеграм-канале. Чем сможем, будем помогать, освещать такие вопросы. Ну а на этом мой выпуск подошел к концу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Крепких и теплых домов. Не болеть, не ловить сельских вирусов. Вы были на канале Инат Строит. Я Ренат. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok